Патриотический социал-консервативный консенсус Очень мудрена, да Если бы мы, как Остап Бендер в свое время знали Что мы выбираем такие мудреные партии Мы крайне бы удивились Хотя чему удивляться, цифры-то у нас на руках Владимир Путин безоговорочный победитель выборов 82% голосов Условно это климат, он почти не меняется, как известно Разной может быть погода То есть рейтинг президента в городах и районах Больше она или меньше в среднем будет как есть Наименьшие результаты у Путина по обыкновению в городах Минимум зафиксирован в Нижнекамске 78% Чуть лучше в Ознакаево 72,6% Еще чуть-чуть в Казани, Челнах и Альметьевске Хотя поддержка все равно колоссальная 74% минимум Наиболее жаркая поддержка в районах В лидерах Аксубаевский, Рыбно-Слободский, Муслюмовский 95-96% Но даже это не рекорд За цифрами всегда стоят конкретные люди И чтобы продемонстрировать это Мы перемещаемся с вами в Кайбицкий район Татарстана Он интересен нам И вот почему Кайбицкий район рекордсмен сразу по нескольким параметрам Ну, во-первых, здесь едва ли не самая высокая явка в республике 98% В целом по Татарстану, в среднем по Татарстану, я напомню, 77% Во-вторых, здесь едва ли не самое большое количество избирателей, проголосовавших за Путина 97% Ну и в-третьих, именно в Кайбицком районе встречаются самые редкие виды избирателей 162 человека за Грудинина 60 за Жириновского И даже 20 за Собчак Меньше нет просто нигде А как это выглядит на практике? Вот в этой деревне 181 человек проживает 179 из них пришли на выборы Ну вот вам и 98% явки 178 человек из 179 проголосовали за действующего президента Путина Вот вам и 99% Один человек в этой деревне проголосовал весьма своеобразно за Владимира Вольфовича Жириновского И, как нам кажется, оказал этим большую услугу этой деревне Мы просто обязаны его найти Мы, конечно, ухмыляемся, едва только заслышав о каком-то народном единодушии, где бы то ни было Но люди в деревнях и правда идут сами и голосуют сами Агитировать агитируют Но народ, если он недоволен, подачи к властям делать не станет Наверное, людей-то не из полиции, что называется, привозили? Нет, 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 нет Люди шли все сами добровольно И я же говорю, такая была организованность Никто никого не понукал, никто никого не заставлял И все вот прям так были довольны Вы не скрываетесь? Вам не стыдно? Не страшно? Нет, почему я? Кого увидел? Я никогда не увидел Виталий Степанович Григорьев, это, между прочим, тот самый единственный либерал-демократ на всю деревню Каба не он, быть бы на этом участке стопроцентному результату у действующего президента Что выглядело бы все же не очень прилично Посоветовали? Может Да нет, это позиция Таков наш человек Нет, нет, нет Такого давления не было Все успокоит Ну, я сам взял Посмотрел, проситал Не сапсука Кого заводили Или этого, как там еще был У него денег много Ну что, самому пламенному и преданному Жириновцу С тобой война не была И люди хорошо жили Жириновский, в общем, ведь тоже патриот И Виталий Степанович от тех, кто за Путина Не так уж далек Простите, все женщины разные И все мужчины разные, да? Но вот некий общий знаменатель По которому можно как-то наклеивать ярлык Говорить, что это мужское поведение А вот это женское поведение Это существует, да? Вот с этой точки зрения российское общество Имеет патриотическое, социал-консервативное большинство Результаты Владимира Жириновского А это третье место по республике Мы пока опустим второе Весьма скромное Три процента голосов по республике Максимум лидер ЛДПР набирает В Нижнекамске, Зеленодольске, Казани и Альметьевске Но и здесь Лишь 4-5 процента голосов Ксения Собчак Пятое место 1,3 процента Исторический максимум для Собчак Зафиксирован в Казани В среднем по городу почти 2,5 процента Больше двух набралось еще и в Нижнекамске У всех остальных, кроме левых, нет и процента Эксперты единодушны Это полный провал либералов Это тот самый наш патриотический социальный консерватизм А патриоты могут быть и справа, и слева, как известно У нас все-таки на четвертое место вышла партия коммунистей России Полностью отстранив всякого рода либералов и консерваторов Вниз опустив их Это говорит о том, что в нашей республике Несколько более левый электорат, чем в целом по стране Махровый ультралевый коммунист Товарищ Максим Сурайкин Не дотянувшийся и до третьего места Все же одержал одну локальную победу Над своим непосредственным противником Павлов Грудининым Занявшим второе место по республике В набережных Челнах Где расположена самая многочисленная И самая деятельная парт-ячейка коммунистов России У него местами даже более 7 процентов Результаты в Бугульме и Чистополе не поражают Воображение, но все же весьма высоки В целом же народу более близки не ультралевые А левые в умеренной степени Поддержка Павла Грудинина в среднем 9 процентов Но есть и взлеты и падения Падения почти до точки замерзания В Нурладском и Муслюмовском районах Взлеты в Ознакаево, Альметьевском районе, Нижникамске и Бавлах Однако эти цифры не идут ни в какое сравнение с тем, что мы с вами увидим вот здесь В деревне Хузангаева, Алькеевского района Кандидат от КПРФ Одерживает победу на отдельном избирательном участке Над президентом России Владимиром Путином Причем уже в первом туре Здесь сразу два рекорда Во-первых, максимум для Грудинина 52 процента Минимум для Путина 46 процентов только лишь Даже люди далекие от каких бы то ни было коммунистических идей Не могут не восхититься этим цифрам Ведь они свидетельства объективности, прозрачности, реальности этих выборов Ну и объясняются они здесь очень и очень просто Ну это такая корпоративная солидарность у вас тут, видимо, да? Ну да, ну да Потому что все здесь работаем Как уже... Я не думаю, что вы против действующей власти Нет, конечно, все хорошо Корпоративная солидарность только и всего Впрочем, и она идейная Это сельхозпредприятие Известного на всю страну Производственника из Мариэл Ивана Казанкова Он уроженец этой деревни Едва ли не вымерший в свое время Но поставили предприятие Производит крупы, молоко, буку, подсолнечное масло Скоро сыром займутся И деревня оживает И люди потихоньку проникаются Социалистическими идеями Братства, труда, справедливости Которыми всю жизнь проникался и сам Хозяин производства Это не протест, это просто Сыграло роль, я думаю, авторитет Ивана Ивановича Потому что на самом деле Это село было уже на боку И вымирало Все говорили, что в 2000 году село вымлет Не страшно было вдруг какой-то нагоняй Вдруг от местного министра Нет, нет, никакой Причем здесь нагоняй Это у каждого человека свой выбор Кого поддерживать И снова тот самый Патриотический социальный консерватизм Россия не любит либералов Мы за сильное государство Свою экономику Свою культуру За полную нашу самостоятельность На пьедестале почета По итогам выборов Совершенно разные люди Но Это не либералы Это социал-консерваторы А выбор был очевиден Владимир Владимирович Может кому-то нравится Кому-то не нравится Но повторюсь словами Константина Симонова Когда его спросили Как он относится к культу личности Это был после 20-го съезда Так он очень, на мой взгляд Образно, как подобает поэту Ответил Культ, конечно, был Но и личность тоже была Вот я думаю Мы имеем дело С аналогичной ситуацией Михаил Любимов Хамид Шамсеев И Андрей Мохов Семь дней